доброго времени суток девочки и мальчики с вами я манул корнел и сегодня у нас первый выпуск посвященный торсионном детекторе основанном на математическом принципе его так сказать дисплей вы сейчас видите на своих экранах я расскажу как он устроен зачем нужны те или иные компоненты а также раскрою алгоритмы которые работают внутри его мозгов я опишу то тот принцип придерживаясь которого можно построить подобный прибор используя в общем то ну определенные компоненты которые достаточно легко достать своей работе я опираюсь на труды в основном александра каравайкина и и внимательно ознакомившись с его исследованиями я сконструировал этот прибор и сформулировал ритмический принцип его работы но и это сейчас в общем то будет достоянием широкой общественности почему да просто потому чтобы вы делали свои собственные эксперименты и наша база знаний таким образом пополнялась а теперь я включу свет и явлю миру этот прибор значит состоит он из очень простых частей давайте его выключу и покажу я его питаю от батарейки от аккумуляторов powerbank а это одно из основных условий почему читайте каравайкина значит состоит очень просто из процессора arduino nano был такой под рукой потенциометр для настройки интенсивности процессов измерений и соответственно квадруполя который я сделал из антенн 4g связи что это за антенна я сейчас покажу более подробно итак друзья вот это вот стандартная антенна универсальная которую устанавливается как выносная скажем в автомобиле для устойчивого приема 4g сигнал давайте посмотрим что у нее внутри итак это клейкая лента согласно которой она устанавливается чтобы вы видели что я делаю я отклеиваю просто аккуратненько скальпелем клейкий слой собственно самом деле можно не церемониться потому что он нам не очень нужен что-то плохо отходит конкретного ты ладно сделаем иначе крепко заделали буржуиная да пожалуй тут надо посерьезнее инструмент взять о или держать это все резать к чертовой матери сейчас я просто хочу вам показать плату которая лежит в основе всего этого безобразия и почему и как из нее сделать квадруполь конденсатор при помощи которого мы воспринимаем электрические поля ну и часть конечно электромагнитного спектра окружающего нас пространство отлично смотрите вот в основе там лежит такая плата значит центральная жила у нее идет на вот такое вот безобразие и оплетка припаяна вот собственно в два раза больше по площади ответной части давайте поближе к камере поднесу вот это серийно производимое устройство очень кстати неплохо работает в принципе при небольших настройках заключающихся в подрезании проводничка вот можно ее настроить на вай фай и допустим существенно улучшить прием где-нибудь в отдельной точке квартиры суть в чем когда я беру несколько таких плат вот здесь вот в корпусе на самом деле три таких платы я так склеил вырезал вот то если мы положим одну на другую мы получим натуральные конденсаторы да понятное дело что это с натяжкой можно назвать конденсатором и можно докопаться но тем не менее все условия соблюдены у нас есть диэлектрик у нас есть только проводящие пластины почему нет мы из этого можем совершенно спокойно собрать конденсаторный квадроколь ну теперь давайте отложим все это барахло в сторону и вернемся к датчику значит теперь придется немножечко порисовать и я нарисую как это все подключено к ардуине ах да забыл упомянуть но это стандартный макс и и диодная матрица 8 на 8 в процессе забегу вперед скажу в процессе эксплуатации понял что лучше бы она была 16 на 16 согласно разрядности устройства а вот но посмотрим поэкспериментируем в будущем просто не оказалось больше дело в том что такие матрицы вставляем в гипно очки а вот и что-то не оказалось больше в общем это такая полудобная пухленькая короче заказал еще буду строить боль с большим разрешающей способностью и посмотрим что будет ну пока поговорим об этом прототипе и я сейчас нарисую как же это работает и так друзья давайте немножко порисуем я расскажу что внутри вот это и вот колобахи пластиковая из двух корпусов и там чуть не влезла в общем и так как как вы помните вот сейчас еще раз покажу чтобы не быть голословным здесь у нас есть вот такая вот определенная конструкция которая имеет сама по себе уже два вывода экраны сигнал точнее центральная жила экранная жила коаксиала в данном случае в нашем случае это не важно вообще значит давайте схематично сейчас изображу эти пластины допустим первая пластина у нас вот так расположена они находятся друг над другом это у нас будет первая пластина теперь берем красный маркер рисуем вторую пластину она расположена в обратную сторону в противофазе как бы ах ну да это вторая пластина и третья пластина опять же расположена к ней в противофазе и синфаз на первой пластине и тоже нарисую я специально намеренно не рисую это дело как бы чтобы оно выглядело более реалистично потому что сейчас мы будем проводить проводники и такое расположение будет более удобно итак нужно понимать что они все вот эти вот вклады они лежат друг на другу как бутерброд просто ориентированы по-разному вот что у нас происходит давайте вот примем условно что здесь у нас как бы на вращение пошло в эту сторону здесь у нас вращение в обратную сторону и здесь опять в ту же то есть у нас сохраняется принцип редуктора когда у нас есть три шкива 123 один вращается сюда этот вращается в эту сторону но этому ничего не остается делать как вращаться в ту же расположение такое не случайно я сейчас не буду утомлять почему и как и я очень много делал попыток измерять торсионные взаимодействия чем только под руку не попадется напомню что козырев вообще на резистор ловил как говорится рыб но вот еще много экспериментов с полупроводниками но остановился именно квадрополитических конденсаторов причем они должны конечно же какой-то определенный закон отражать причем как выяснил совершенно неважно в данном случае что вы используете то есть чем хуже в данном случае тем лучше почему так я объясню когда мы перейдем к математической части ну а сейчас пока только вот рукоделие смотрите что мы делаем у нас у каждого из как мы помним торчат по два вывода я здесь сейчас схематично обозначу красным и черным но уже не нужно соотносить цвет выводов цветом самой так сказать платы то есть давайте примем что у нас коаксиальная пара делится так экран будет черным а соответственно сигнальная жила красным это не сильно важно важно вот что эти соединим это чтобы получить квадрополитический конденсатор вот это будет у нас допустим вывод 1 дальше соединяем красные у нас будет сейчас мы соединим вот а дальше надо задействовать как-то третью пластину и делаем следующим образом мы черный замыкаем на красный ну а соответственно красный замыкаем на черный тем самым вообще все переворачивая нафиг на этой кухне и получаем собственные пары сигналов 1 2 3 4 вот у нас квадрополь некий есть черный ящичек у которого торчат давайте уж классическом виде не буду изображать до чтоб не вводить путность вот у нас сигнала и напомню это вот вот это которая засунута вот такие только здесь три штуки нарисуем некий кривой прямоугольник аналоговые порты arduino и 0 и 1 и 2 и 3 используется у нас для получения сигналов с квадрополя причем экранные мы подключаем и 0 и 3 и 2 и 1 сигнальные я так сделал рассказываю как у меня сделано кому интересно вообще до то что но на самом деле не имеет никакого значения потому что как выяснилось на практике в данном случае при конструировании торсионных детекторов чем хуже тем лучше если мы используем вот этот принцип описаны в работах александра каравайкина принцип нам нужно поймать некое изменение дисперсии вдруг ни с того ни с сего то есть должно иначе быть а вот оно происходит почему то так ну забегаю вперед поговорим о том программировании будет подробнее еще один пин и 7 аналоговый я использую для того чтобы при помощи потенциометра управлять скоростью течения измерений очень интенсивностью измерений поскольку порты реагируют на напряжение у нас здесь делитель стоит ну и собственно те напряжения которые появляются на пластинах тоже поступают на вход и преобразуются у нас в диапазон от 0 до 1023 и так ну понятно ардуина получает у нас плюс 5 и какая-то земля у нее там торчит и планирую буквально вот припаять сюда на d7 некую кнопку вот при помощи которой я буду переключать режимы о которых расскажу в дальнейшем о программировании этого девайса и какие режимы вообще здесь нужны для того чтобы более точно регистрировать разницу ах ну да конечно же у меня на цифровых пинах от одного до до 3 до 2 висит по шине и туси соответственно матрица для netflix вот на которой эти огоньки все и бегают да вот это вот на сегодняшний момент совершенно точная монтажная схема замечу вот какую одну особенность при запитке проводом через компьютер импульсом и при запитке с батареи в данном случае с поэрбанк разная разный разброс на экране если будете такой прибор делать сами увидите эту разницу потому что вы неизменно при заливке программирования вот так сказать вдыхание души увидите как просыпается пациент и перейдем собственно к математической части которая не квадрополь является детектором друзья а является во первых система целиком включая оператора ну а во вторых первоначальный анализ данных все таки производит вот это вот кривая прямоугольная коробка смотрим программную часть как вы понимаете без программной части это мертвая мертворожденная что в первую очередь нам нужно сделать в первую очередь программная часть должна корректно отработать измерения с портов которым подключен квадрополь с порта к которому подключен параметрический потенциометр ну и давайте уже кнопку рассматривать как будто она есть потому что переписать программу как вы понимаете это дело надо заморочиться но сегодня я записываю ролик поэтому сделаю это чуть позже если вспомнить доклад колтового на глобальной волне он упоминал про вид торсионных детекторов основанных на случайных числах то есть изменение выдачи случайных чисел будь то игральные кости которые кстати выкидывает человек или будь то какие-то железные совершенно генераторы случайных чисел их нужно было останавливать кнопочкой и в примитивном виде там было три лампочки постоянно мерцают ты когда нажимаешь какая-то из лампочек крайнего состояния не остается гореть но задача очень проста собственно посмотреть если постоянно выпадает одна и та же лампочка но что-то явно не так происходит в окружающем пространстве а вот эти же принципы в принципе лежат в основе и биолокации и так далее хочу заветить что всегда важна роль оператора в такой системе в данном случае что нам нужно сделать нам нужно организовать во-первых генератор случайных чисел назову его рент который каким-то образом будет выдавать случайные числа понятное дело что в реализации 16-битного устройства это будет генератор псевдо случайных чисел но суть сейчас не в этом напомню что любой полупроводник особенно полупроводник который в определенном частотном режиме работает сам по себе уже является неплохим торсионным детектором но в то же время в данном случае тактовая частота и даже если будет происходить какое-то временное воздействие на ту локаль где находится детектор он всегда все равно будет жить внутри своей тактовой частоты и в данном случае это дает некую стабильность ну а если будет воздействие такой интенсивности что все заглючит как у Володи Лебедева в лаборатории когда цифры скакали то вы и так поймете без детектора что что-то не так в данном случае этот генератор случайных чисел основан следующим образом у него он прослушивает четыре порта как вы догадались это те самые порты которым подключен квадрополь в единицу времени который мы задаем нашей крутилкой замечательной а диапазон там был от десяти миллисекунд до одной секунды мы вводим сюда хотя сам псих генератор штука простая когда ткнем согласно счетчика общего цикла вот он у нас значение его эта штука считывает и на выход дает соответственно четыре числа совершенно произвольно в диапазоне от минус тысяча двадцати трех до тысяча двадцати трех дальше после считывания датчиков происходит математическая рандомизация функции рэнд вот этого допустим это у нас x будет этого x и мы получим на каждый из датчиков какое-то свое рандомное число rx следующая итерация нам нужно интерполировать все это для вывода давайте вот так вот его обозначу на лед матрицу которая имеет размеры 8 на 8 ячеек кто забыл как это выглядит я сейчас напомню 8 на 8 ячеек и замечательная функция мэппинга и условно я тоже обозначу координаты например led и тоже x это мы берем диапазон который у нас получился и приводим к диапазону который нам нужен для отображения точки на матрице да понятно что чем меньше точек тем грубее вот поэтому в дальнейшем стоит внести сюда bluetooth модуль который будет в режиме онлайн скидывать данные на либо на телефон либо на компьютер неважно там уже хватит вычислительной мощности но это в дальнейшем после того как мы преобразовали точку мы ее можем отобразить здесь и согласно вообще вот этому циклу всему который указывается этим потенциометром мы видим различные распределения и вот в чем фишка если точки на глаз можем определить что random то все хорошо как только какое-то возмущение либо в электростатических электрических электромагнитных полях что осядет на пластинах нам совершенно не важно на пластинах квадрополя понятно что здесь вот вот он квадрополь в этой истории да он тоже поставляет данные свои от этого мы преобразовали математически то есть мы еще больше исказили внесли еще больше сумятицы потом мы еще загрубили результат для проецирования на матрицу но тем не менее мы видим какие-то там мерцания точек и вдруг у нас происходит какая-то ситуация при которой квадрополь выставляет совершенно однозначный сигнал а рандомайзер почему-то подвис и совершенно спокойно выдает одно и то же то есть грубо говоря распределение само точек начинает каким-то образом комбинироваться в какие-то совершенно опознаваемые фигуры с определенной частотой вот в этот момент нужно понимать что что-то пошло не так но почему я говорил про кнопку которую необходимо совершенно ввести в эту схему вот она эта кнопка я упомянул что это нужно для переключения меню но не только в режиме измерения эта кнопка будет делать всего лишь одну функцию но очень важно осуществлять обратную связь от оператора в прибор я упоминал что это очень важно понимать что прибор и оператор единая система измерения и от оператора зависит именно качество измерения потому что прибор на самом деле тупой непонятно как работает в плане того что мы постарались здесь запутать сами себя и как можно более сделать рандомизм результат то есть грубо говоря чем хуже тем лучше еще раз повторяю чтобы вот как можно больше приблизиться именно случайной дисперсии распределения этих чисел которые выдает генератор но пусть ему все мешают это делать в этом заключается суть чувствительности датчика чем легче генератору помешать генерировать случайные числа тем более чувствительный будет датчик ну тогда возникает следующая инженерная проблема нужно будет увеличивать ну просто экспоненциально пропускную способность и использовать уже невероятное количество битов да и такое можно сконструировать вернемся к нашим баранам кнопка по нажатию на кнопку в момент измерения мы должны фиксировать единичное состояние точек на момент нажатия кнопки поскольку человек не может относительно точно нажимать на кнопку всегда будет какой-то у него разброс таким образом мы вносим в систему еще одну более случайную компонент но дело в том что это не случайная компонент мы приняли решение у нас было намерение нажать на кнопку но от того как намерение появилось до нажатия физического на кнопку проходит всегда в нашем мире какое-то время и это время всегда будет различным и от нашей реакции и так далее затупивания завис там и все такое тоже очень много иногда зависит сами знаете поэтому в данном случае мы помогаем прибору а точнее помогаем себе через прибор увидеть неосязаемое и вообще нерегистрируемое я понимаю что это сложно понять поэтому рассказываю глубинные принципы и друзья стройте подобные приборы проводите эксперименты очень хочу чтобы вы снимали собственные видео давайте мне ссылки самые интересные я конечно же буду озвучивать и в своих роликах и в эфирах глобальной волны кстати подписывайтесь хороший канал так вот на сегодняшний день я рассказал уже все что можно было рассказать об этом приборе да вид он пока не козистого собран в общем из говна и палок вот но эксперименты с ним я провожу сейчас немножко расскажу как это происходит и будем закругляться дело в том что как и в работе с рамкой очень важно научиться определенном определенной абстракции то есть грубо говоря когда люди ну это не подумайте не рамка это другой ну он похож на рамку г-образный предмет я попробую сейчас поставить на руку суть в чем когда работаешь с рамкой можно всегда сказать да я могу вот так повернуть туда пойдет я могу вот так повернуть вопросов нет можете но когда вы перестанете обращать на это внимание не и будете концентрироваться на той цели собственно ради чего взяли рамку в руки и вот в этот момент рамка и заработает ищите вы узлы хардмана или золото или воду точно так же и с подобным костылем который просто более высокотехнологичен но друзья мои это два совершенно идентичных прибора и здесь просто собраны те вещи которые ну позволят скорее более глубоко исследовать явления получая именно числа и математически их исследуя рамка конечно такого не даст но основной принцип один и тот же абсолютная обратная связь с оператором прибора потому что это единая система но прежде чем завершить я должен рассказать самый главный алхимический секрет этого девайса шучу я хочу рассказать про те три режима которые адекватные и в общем то необходимы здесь здесь и они реализованы просто переключение их пока происходит ну достаточно причудливым образом этот проводочек замыкаю вместо кнопки и так смотрите сейчас подвину тетрадку какие три режима первые первые режимы у нас когда есть квадрополь я уже блочно будут рисовать есть генератор случайных чисел и все это выводится на матрицу на то есть это тот режим который я демонстрировал в видео назовем его moda1 второй режим когда у нас есть генератор случайных чисел выводится на матрицу а квадрополь у нас не подключен это moda2 при этом алгоритмика сохраняется просто у нас есть еще свободные пины я беру данные из них которые висят в воздухе но на самой платье или ногах микросхемы и третий режим когда наоборот у нас вот так нарисую ни разу случайных чисел не участвует в распределении а вот квадрополь гонит свои измерения на матрицу таким образом переключая эти режимы можно смотреть на разброс допустим физических показаний чисто именно аппаратно генерируемых математических показаний датчика именно математического как программы здесь выступает сама программа друзья мои очень важно понимать информационная сущность и либо гибридный метод то есть физическая информационная или гибридная именно поэтому я считаю что что этот прототип и вообще принцип этого прибора заслуживает на 20 проводок этот заслуживает по крайней мере внимание широкой аудитории именно поэтому я совершенно бесплатно раскрываю принципы но друзья мои должен сразу предупредить смотрите мне если кто-то на этом будет наживаться без моего ведома то торсионные воздействия достанут вас даже на краю галактики шучу а суть в чем конструируете такие приборы делитесь своим опытом записывайте видео кидайте мне ссылки будем разбираться со всем этим потому что сам не знаю игрушка это прикольно это если честно и вообще я вот играюсь по жизни я такой большой мальчик который любит игрушки такие всякие технологические так что на сегодня смотрите глобальную волну подписывайтесь на нее а главное внимательно читайте описание под прямыми эфирами глобальной волны